Эти люди не принимали героин, кокаин или крокодил. Такое поведение – результат отравления вроде бы безобидным с обывательской точки зрения спайсом. Причем, если еще несколько лет назад курительная смесь казалась полностью безвредной и даже свободно продавалась в ларьках, то за это время она мутировала до адского зелья. Кто-то специально заполняет ее черный рынок, теперь она еще и убивает. Из простого наркотического вещества получается вещество сверхагрессивное. То есть приклеивается какая-то формула небольшая, и в результате вещество настолько меняет свое свойство, что человек, употребляя первый раз, сразу может впасть в ком, может получить смертельное отравление, может получить массовое отравление, как мы сейчас имеем в ряде территорий России. Так в Кирове, к примеру, только за неделю в больнице обратились 150 человек, трое умерли. В Оренбурже смертельных случаев не зафиксировано, но статистика невеселая. 308 отравлений за полгода, включая 8 детей. В день иногда поступает и два, и три человека с отравлением. Многие из них категорически отказываются от того, что они что-то употребляли, несмотря на явную клинику опьянения. Многие тут же убегают, стараясь не сдать никаких анализов. Свежий случай. Месяц назад мужчина бросился с моста на проезжую часть. Ему повезло остаться в живых. Позже врачи установят, несостоявшийся самоубийца накурился спайса. Больной был возбужденный, неадекватный. Он не отдавал отчет и до сих пор, в принципе, не отдает отчет своему поступку. Специалисты сходятся во мнении. Производители спайса постоянно видоизменяют продукт. Сделать это несложно. Небольшая поправка в химической формуле и готов новый наркотик. По своим качествам настоящая отрава, а по закону в списке запрещенных не значится. Чтобы выявить губительные качества нового продукта, нужны время, деньги и спецоборудование. Есть проблемы отсутствия в нашей области необходимого медицинского оборудования. Мы вынуждены идти в Пермь за длительными исследованиями. Они занимают достаточное время, потому что туда все идут. Успешно бороться со спайсом поможет усовершенствованная законодательная база, чтобы четко понимать, что считать, к примеру, ароматической смесью, а что уже наркотиком. Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков обсуждается предложение по расширению полномочий органов на контроле в части возможности введения временного запрета на оборот новых веществ, оказывающих на организм человека наркотическое или всекотропное воздействие. Удастся ли таким методом сдержать спайс, неизвестно. Но если не принять срочных мер, кировский сценарий в Оренбурже вполне может повториться. Виталий Сапожников, Константин Воробьев. Наше время.